А я напомню, дорогие друзья, что мы смотрим DPC вместе с Хавел Джолион, экспертом по зрелищным каткам. Хотите узнать подробнее? Смотрите по трансляции, имеется баннерочек, как всегда, со всеми, со всеми подробностями и информацией. А мы отправимся дальше на последнюю бест, точнее, на последнюю карту, последнего бестов 3, решающие для CIS Regix, смогут ли они все-таки удержаться со счетом 4-1, выйти на 5-1, соответственно, или все-таки у них будет 4-2. Сейчас узнаем по монетке, кто эти люди, Гамбит, окей, second pick. Забрали, забрали у Рамзеса last pick. О, это, кстати, интрига небольшая. Сейчас посмотрим, как откроются, что они там вообще на драфте. Вот учитывая, что забирают у нас Гамбиты иногда в первой стадии, им хоу вообще first pick. Просто открываем белку. Просто да, вот что там будет на first pick, им вообще все равно, потому что они берут героев, вот они берут героев, которых вообще никто не берет. Не то, что на первой стадии, некоторые вообще их не берут, в принципе, за весь DPC сезон. Поэтому им важно иметь last pick, чтобы опять какой-нибудь Phantom Lancer появился, или что-то, что будет на корню контрить главного кэри CIS Regix. Поэтому, поэтому молодцы. Надо придумать коры для CIS. Первая мысль, вот у меня, кстати, без массы расстался, первая мысль это Луна для CIS во второй стадии, если ее не забанит. Сами CIS Луну забанили. Сами CIS сделали так, что Гамбиты Луну взять не смогли, и это хорошо. Вот теперь посмотрим, сделает ли то же самое Гамбит. Так, мы открываемся, как обычно, с бары на флексе, с которым ФНГ дважды катал. Бист, может быть? Остается все еще Сэн Кинг, которого могут взять в любой момент. Странно, что настолько сильно на фиксы рейтят Дума, даже при том, что они оставляют и Сэн Кинга, и самое главное Бистмастера. Выглядит так, как будто... Какого, боже мой? Просто таки, блин, да ну его нафиг, этого Дума. Давайте мы его просто на всякий случай уберем, и я там хорошо сыграю на любом интриге. На паке. Ну, на любом интриге, да. Но ему уже не верят. Ну, да, уже... Не, вообще-то верят его заболевать, считаю. Не, я имею в виду пропака. Пропака, так барик он будет попрофитнее пока. Квапа. Как говорится, мы находимся на разных уровнях. Когда-нибудь мы сойдемся в аналитике. Мы сметяем нормально, мы сметяем вот этими варьми. Вы находитесь на одном уровне. Да, но тут... Но вас разделили теперь на разные уровни эфира. Ну, смотри, квапа, ну это уже дефолт, да. И пак уже хорошо. Он уже вот квапу ставит, и двинку, и говорит здорово. Но с появлением дизраптора, пак уже что-то думает. А может, ну его в баню, эту квапу и эти сталинсы. Почему не белка, почему не клок. А то что-то дизраптор появился, а? Почему не белка, почему не клок. Такие великолепные были. Цыц, цыц. Короче, дизраптор, он уже как-то душновато смотрит для любого интервека в отношении цистера и джекса, поэтому пак уже не хочется брать. Хочется что-то такое, знаете, что БКБ собирает. Вот мидер с БКБ. Вот квапа, например, приятно смотрится, просто потому что она БКБ собирает обычно в том-клотом, и там уже дизраптор не такой опасный. Инвокер плюс инвокера. Он стоит очень далеко, там, за 3-9 земель, в отличие от пака, которому нужно идти вперед и давать сайленс, его могут просто накрыть. Короче, им отдавали бестмастера, и они предпочли все равно взять инвокера. Интересное решение. Ну да, ну, просто какие-то инвокеры хорошо играли, у них с инвокером всегда хорошо получалось. Так тут еще и идеология того, что у тебя обычно лейтевику, у Рамзе и Сачи, видно, что под лакрити он смотрится еще круче. Просто можно было взять на вторую стадию Вокера, например, давать ему лакрити под бестмастерской пассивкой, и любой кайфовый лавкач был бы просто максимально импактфул. Да ты не торопись. Я не тороплюсь, потому что бестмастера сейчас забанят. Не факт. На что, на булочку? На булочку, там уже закрыта штука. Я бы на пиццу гавайскую. Булочки меня уже не интересуют, я бы на пиццу гавайскую был вообще. Мы уже перешли в этот, повышаем пул, банкрол. Да-да, банкрол вообще растет. Пока студия Рухап меня кормит. Сначала у нас был просто малый блайнд в виде булки, сейчас будет большой блайнд в виде пиццы. Пока студия Рухап меня кормит, то есть мне с вами, на самом деле, нравится в эти темы заходить, но... Столовая закрыта, сори. А захочу ли я пиццу в другой раз, не знаю. Карафи за cybersport.ru, да. Столовая. Столовая закрыта. А захочу ли я пиццу в другой раз, не знаю. Так, ну что, ну где? Сыс, надо банить что-нибудь. Это кто, Розетка? Это Разор, да. Но я думаю, что действительно, бестмастер-то во второй стадии должен улетать, учитывая, что у Флейна нет ни у одной из команд. Хотя, может быть, какие-то там начнутся сейчас майндгеймсы. Вы сейчас так продолжите, я сейчас с тобой с вами забьюсь на пиццу, завтра или послезавтра вы мне две будете покупать, Саша. А может быть, мы этого и хотим. Сидим забайчиваем. Не, ну если вы уверены, вы продолжаете, продолжаете. Просто моя ситуация улучшает. Знаешь, это как в покере. Да, да, да. Все больше и больше. А мы на ластерне возьмем, не волнуйся. Все хорошо. Ну, окей, окей. Сейчас пока флоп выходит. Вот Легион Командер... Тимон, пицца, вот, пицца что ближе, видишь? Да, да, да. Каким образом Легион Командер попадает в балл? Уже, я не знаю, каким образом. Уже повар раскатывает тебе, там приступает лучший пол. Объясняю логику Гамбит. Они, короче, смотрят. У них уже есть один баф у инвокера на какого-то большого кора. Они не хотят, чтобы был второй баф на большого кора. Такая же логика будет. Ну, то есть это ЛЦ, то есть еще один баф с БКБ внутри. Да, это еще просто такой момент, что он сочетается с инвокером. Это сэндстрайк, метеорит здорово. И потенциально Легион Командер, он очень круто вставляет палки в колеса бисмастера, потому что там как бы выдается рор, дается пресс-атак. Рора нет, а герой имеет еще дополнительно атак-спид и хп-реган, поэтому ЛЦ это такой вот бан в пользу бисмастера. Прям вот в пользу пика бисмастера. Того Гамбит не будут его банить, а у ЦИСа всего лишь один бан на этого бисмастера, и если они его не используют, то мы с Майлом в пролете в дещащайшем... Сидим в тельтяжном. Уже пошел садовник выкапывать ананас. Ты думаешь, что ананасы живут в земле? И его садовник собирают? Ну вообще ананасы живут в земле. Ананасы живут в земле? Ну да, они так растут, как эти... А ты прав. Ой. Ну растут в консервных банках прям. Типа выкапываешь банку, открываешь, там ананас. И садовник его откапывал. Кто у нас здесь вот в офисе отвечает за нашу ферму? За нашу садик. Спросить за мужика, который консервы выкапывает. Собирает свежие продукты. Готовы? Либо я каждому вам по пицце, либо вы в медведь. Нет, 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 за пиццу. А, ну все. Слишком мало банок. Ну поздно, да. Ну давай, все, Дима, все, бисмастер. Все, давай, давай. Все, бисмастер, банить не будут вот. Нет, эти точно не будут, они его возьмут. Он был близок. Ты что, серьезно, пойдешь вот сейчас? У тебя же нет процентов вообще никаких. Ну ладно, они есть. Да какая разница? Главное, что... Ну а вдруг? А кто это? Нет, ты красава. Ты красава. Уцисражек последний. Я не вижу. Классический Дима. Бродмазер. Бродмазер, окей. Бродмазер. Как бы пицца вкусная. С другой стороны, это вредно. Может быть лучше пареных овощей? Да, у нас нет пареных овощей. Я бы вообще гильдинг заказал, у нас их просто нет. Я бы их вообще каждый день ел. Ну такие дела. Что-то они прям замутили, я вот такое прям мощное. Вот смотрю на их лица и понимаю, что не все так просто. Тяжко идет у Гамбита. Ну баны слишком специфичные. То есть легион-коммандер, ну странный, да, то есть, ну я уже говорил. Ну Гримстрок понятно. Вообще я бы брал бара Гримстрок, я не знаю, почему они этого не сделали, потому что инвокера банят не так часто. И тем более его почти никто не пикает в нынешнем месте. Следовательно, его бы можно было оставить и на потом. Ну решили, что для них это более приоритетно, а там какого-то суппорта они найдут. И это воет. И все, и мы идем в следующий раз. Так, надо теперь развить как-то, повысить. Либо отыграться, либо удвоить этот. Ну он должен появляться. Не знаю, я могу сказать только по отношению к Кристаллу, что я был прав. Вот и все. А по отношению к моему ты не прав. Не, а вам не дают пиццу, поэтому я ничего не буду говорить. А то вдруг, да, я. Да, вам красавчик, а ты Димас в очередную разу. Я при... Я при... Я припичу пики. Я служу на слоте ведущего, каждый банк, каждый пик. Кому ты рассказываешь? Как говорил имейт, ты тут уже, ну как бы, это все делаем мы, а ты просто на нашей волне сидишь и что-то там подачиваешь. Или, как говорю я, на тонком тесте. Сырный борт там все дела. Короче, короче, нужно смотреть. Сейчас этот герой, любого, неважно, вообще, любого третьего героя, смотри, отдаем цисам два пика. Нужно, чтобы цисы взяли героя без сейва. Если цисы берут героя без сейва, справа мы забираем бисмастер. О-о-о-о. Говори, Мирана, цисы берут двух героев. И если там нет сейва, мы берем бисмастер и просто рор, стрела, соник вейв, домой. Вообще, любой герой улетает домой. Ну, почти любой. Это очень интересная мысль. Бан легионки в этом плане был реальный такой. Да, да, да. И бан легионки настолько прикольный, потому что, ну, как бы, ты не только рор снимаешь, но и потенциально спасаешь героя от будущей стрелы. И сейчас вот будет смешно, если цисы возьмут бисмастера, и тогда что делать будут гамбиты, я вообще не знаю вот этим драфтом. Три мякиша. Начать сложно. Глимс – это прохладная история, потому что потом появляется локинг-бар, и надежного врыва нет. И я бы на месте цисы собрал бисмастера бишу. Так, да. Я бы его забирал. Другая команда батит друг друга на бисмастера, и рано или поздно его... Нет, сейчас он цифрам шикарно. Просто три булки, три булки, смотри, три булки. А какие-то альтернативы бисмастеру у нас есть? Нет. Ну, хороших с Лайвиженом, ну, почти нет. О, Sky и бисмастер. Sky и бисмастер. Давай, Тём. Тяжело им дается это решение. Тёмыч, ну давай, ну, всё просто, нет подвоха. О, нет, она будет кидать стрелы. Они сами забанили легион командера, чтобы ты взял бисмастер и сделал то же самое, что вы делали в прошлой игре. Тёмыч, давай, смелее. Приви смелость. Ну, так не очень смелый. Он такой, он любит разнообразие. Осторожней. Нет, он разнообразие любит. Я думаю, может быть, Бангальера, парни. Может быть, Бангальера у нас так хорошо получается. Как мы с ним недавно общались, мы с ним эту мысль озвучивали, что он не очень любит одно и то же делать. Он любит как... Короче, он как Брюсли, который изучает 10 тысяч ударов по одному разу. Эту мысль он озвучил, а я такой посмеялся и как бы, да. Я сказал, да, Тёмыч, это ты. Вот, видишь, он. Брюсли изучал один удар 10 тысяч. Да, а он как второй Брюсли, который... Как брат Брюсли и Джекича. Какая же боль. Нет, это Белка. Я же говорил-то. Это Тёмыч, он любит разнообразие? Ой, у меня тельт. Это, причём, получается, у нас Бара-3. Да. Теперь. И... И Бистмастер. Вот, не знаю, вот сейчас ЦИСы реально дают шанс Гамбитам, вот реально дают шанс Гамбитам, чтобы они их сделали 2-0. Потому что так хорошо Бэм заходил и влево, и вправо. С обоих сторон у нас уже имеются герои, которым сложно там кого-либо стревить, и они реально взяли Белку. Я не знаю, что это было. Как вообще Белка в сегодняшнем дне оказалась? Белка... Там кто-то на Белке рампашку, что ли, совершил? Я не знаю, где-то в Китае или где-то в Европе. Откуда она вообще? В Китае. Какими судьбами? Китай срок сатался на 3% ХП на Белке и сделал рампашку. И уж вообще не было у нас на ДПС-сезоне почти. Брали, крайне редко. И тут она уже появляется, который раз, и почти все игры она проигрывает. И вопрос в том, что в случае с Гамбитами там, понятно, Союз реально регулярно играл на Белке и Пантомем играл на Белке, то в случае с Реджиктс я, честно говоря, не помню, чтобы кто-то здесь играл на Белке. А, стоп, Родж играл на ДДСЛ. Не, понятно, что они играли. Ну, не так, чтобы прямо... Я про официалки последние просто. Ну, ладно. Но до этого момента, пока вот Родж не брал себе на ДДСЛ Белку, она вроде не вылезала. Ну, пополам аванс. Давайте еще раз, давайте еще раз вот просто озвучим, что сейчас Реджикты забирают для Рамзеса героя, и у него против Рора стрелы, квапы вообще никакого последнего. И вполне возможного ангонимного ультимейта Дизраптора в будущем. Да, да, и когда вот такой расклад происходит, то первое, что ты хочешь, это иметь Медуза в Рискинг. Вот, Медуза в Рискинг, первый пошел, умер, появился, и дальше черт его знает, что будет. Вариант номер два — это Медуза, которая, ну, умирает подольше. Все остальные герои, которые идут вперед, они умирают. То есть в Каст. Поэтому цисам нужно придумать, как они начнут драку раньше. Тут как бы мякищие слева и справа. Справа Б, ну, не то, что суперплотный, слева Братрум. Пока у него БКБ нет, он тоже смывается. Поэтому нужен герой, который позволит начать драку первым. Я за Фейслисвейда. Он в бане. А кто-то, да? ВК. Кто еще? Нужны еще варианты. Нужны драку получать. В ВК, да еще варианты... Драку у тебя Братрум будет начинать. Фантом Лансер. Фантом Лансер, потому что против Иллюзий ничего особо нет. Я думал, он еще ТБ, но типа... Так сейчас можно как раз забрать какого-нибудь персонажа, который справится с Фантомом Лансером. А, есть такой на сейфлайн. Свен? Свен? Свен Баррика не любит. И в долгую Свен страдает. Без БКБ он в стенки инвокера гибает. Давайте керри Лишака берем. И он едет. Ну, кстати, Лансер так прикольно зашел. Антимаг со сплэшем с Баттл Фьюри. Вы что, орете? Ну, вообще... Антимаг против Пэлла. Ну, тут, смотри, мысль другая. Просто Антимагу нужно убить Скайра с Мага и Инвокером. Два нотовика. А дальше уже всей семьей запоминать Фантом Лансера. Ну что, 65 минут плюс, да? Давайте терпеть шмотки наконец-то. Еее, Антимаг Пэлл. Я буду рад только в одном случае. Азиатская дота. Если где-то между 35 и 45 минутой будет пауза на 15 минут. И будут проанализированы вебки всех 10 игроков. Я требую тоже. Да. Короче, слушай, сегодня день огонь, пик огонь. Дикая непредсказуемость. Новый год, ребятки, провели... Полдвенадцатого ночи Антимаг против Пэлла. То, что я хочу, давайте мне сюда. Вин, лайн, коэффициенты вытаскиваем, раскладываем. Жирно. 1.34 против 2.8. Вот что мы хотим сегодня видеть, друзья. И вы скажете, что есть какая-то номинация цислов? Да. Но там Антимаг на 2.8. Смотрим, наслаждаемся. Ну что ж, я уже в предвкушении, как говорится... Я уже улёгся. Потому что я-то здесь с самого утра работаю. Как и Димов, в принципе, да. Все с самого утра. И вчера был такой же день. Ещё ещё неизвестно, когда этот рабочий день закончится. Ладно. С одной стороны, криптонит для Рамзеса появился. Мы знаем, что он не любит этого героя. Не любит стрелы вообще. Да, с другой стороны, сейчас у него реально много героев. Да, много иллюзий есть, кому впитать. Можно в каждой поймать. Так что не страшно. Но драфт у цислов в этот раз очень интересный. Потому что на первой карте нам Гамбита показали какой-то неординарный драфт. И непонятно было, как это всё будет работать. Здесь тоже не совсем понятно, как всё будет. Здесь хорошо, 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 белка. Хорошо, хорошо, белка. Ну, ПЛ неплохо, как бы, да. Но не сказать, что ПЛ... Ну, ты обычно под такой драфт хочешь увидеть какого-то жёсткого фиксатора, типа Войда, который в бане был условно. Ну, чтобы ноги... Ну, то есть у тебя СКА может раскастоваться в эту хроносферу. То есть катаклизм залетит и так далее. Дэмэджа много. Ну, типа, сейчас белка, на самом деле, даёт контроль, в которой заливается вот это всё дело. То есть даже на первоуровне ему очень удобно заливать Санстрайк и давать этот самый... Условный ультимейт СКА и так далее. То есть дизей был достаточно долгий, всё типок. Другое дело, что нужно будет выформить всё это дело против Бестмастера, который тебя по местам светит, против Антимага, который везет с тобой прыгает. Антимаг? Откуда он появился? Как это вообще вышло на глазки? Да, недавно команда Т1 с счёта, по-моему, 2-0 уехала в 2-1, проиграв Неоном, который был в 0-3, как раз признав Антимага. Вообще, я вот вспоминаю игры, которые я смотрел на Южной Америке. И вообще, по-моему, на втором дивизионе там появлялся Антимаг, если не ошибаюсь. Все они проиграли, в общем, без шансов. Там получалось так, что к моменту, когда Антимаг там что-то своё уже выносил и готов был плюс-минус входить в драки, там уже как бы страна падала. Зачастую одна, а иногда даже две. Вот, поэтому, ну, у меня, если честно, скептическое отношение к этому герою в целом. Тимагу? Да. Ладно. Нет, я не против. Нет, а мне нравится, не знаю, прикольно, парень. А мог бы быть девушкой. Мог бы быть девушкой, да, но он не определился. Нет, в смысле, в этот раз он определился. Без персоны, без персоны. Без персоны играет. Ну ладно, тут охота на кабанов. Оп, заденайл авторлайф одного, хорошо. Мы взяли первую стрелу. А будет ли она? Там, хотя на позицию уже Миранка забегала. Не качать стрелу в мою витом, в любом случае, потому что потом и крипа не можешь убить, и крипа на линии рейджовой не можешь убить. Показывает наших обзорверов. Человек слушает мне к неймом в доте и For the Last Time. Можно их типнуть в чате за 5000. За 5000 можно типнуть. Вроде как, да, обзов. И за 10 сказать спасибо, Рухап, но лучше два раза типнуть обзов, я считаю. Типа, вообще не про это. А есть функция типнуть комментаторов, интересно? Вообще хоть раз? Нет, я думал, я думал. Кто-то этим воспользовался вообще? Я думал про это. Нет, я бы знаешь, как вывел. И по своей 300 штук я ввел в том, чтобы получить випку, поэтому я сытел в модерн. Я бы ввел, знаешь что, замьютить комментаторов на 5 минут за какую-то сумму. Я думаю, это было бы вообще... Я думаю, мы бы закончили его комментировать навсегда. Навсегда, скорее всего. Потому что столько зрителей всегда было бы. То есть там надо было реально миллионы бы ставить. Ну, да. А, ладно, обошлось у нас без жертв в порно. Вот, вот, забанить себя. Вот это нормальная тема. В смысле, чтобы ты не работал больше никогда? Нет, нет. О, стрела. Он защитил, он защитил. Да, с собой заслонил Рамзеса. Это у нас с прошлого состава еще синергия, они же вместе на линию ходили. Я смотрю, у ФНГ лица не осталось. Внезапно на Худвинг, да. Пытается убежать здесь. Фласочку на себя закинул. Антимаг там неплохо также Пашу побил. Но на развороте сейчас может Пантомем. Пантомем! Пантомем! Да, в таверну, видимо, отправится или нет? Антимаг не хочет попонуть? Не, забил, да? Так а чем он поможет? В смысле, он может быть герой в полисту. Он взял просто Моноберн, да и доедаешь 2-2-3, и типа Паша не бежит. Ну, так он его до этого бил. Ну, недостаточно. Без сильней, этого недостаточно. Не думаю, что сейчас в приоритете бить Пашу. Пока ты, типа, бежишь крипов, враг качается. Это да, это правда. Ну ладно, а в миде? В миде у нас инвокер против Queen of Pain. Ну, инвокер квас век свой, поэтому более-менее постоит. Здесь не сказать, что сильно сможет как-то Квапана прячь. Поэтому все более-менее. Депресситки даже получше себя чувствуют на пару крипов на данный момент. Ну, и спокойное пока что начало. Ну, вообще, линии очень контактные в этот раз. И вариант ФБ увидеть, что снизу, что сверху он есть. Как ни крути. Ну, все воюют. Тут снизу стрела, условно, может залететь какая-нибудь. Сдаешь разбег в антимага, он нажимает, он так сказал, въезжает в себя. В ответ. Он где-то с двух ног, да, просто. Как ликенка в этом, в Mortal Kombat. Могу поразовать. Зажимаешь нижнюю ногу на 5 секунд. Саюша, больно здесь. Должен уходить, по идее. А в это время ФБ. ФБ, правда, на ФБ сверху. Пантомем попытается, возможно, задинается. Но Кадила его Паши не отпускает. В итоге это еще один минус. Но саппортиков разменяли. Антимаг. Есть ли у Паши лицензия проповедника? У вас еще вопрос. Не знаю. Слушай, по его виду, мне кажется... По его виду у него есть лицензия. Я понимаю, да. Я к тому, что если его нарядить, то ты не найдешь отличие. То есть он, в принципе, сойдет вполне себе за проповедника какого-нибудь. Грехи он тебе точно сможет отпустить. Я думаю. При желании. При желании, может, и добавить. Может, и добавить, если захочет, да. Ладно, на линии в любом случае антимагу нужно... Потому что пути Паша неисповедила. Правильно, вот это вот. Нужно дофармить колечко, и жизнь наладится. Поэтому хп проблем не будет. Да и сейчас не сказать, что прям большие проблемы. Стрелы постоянно летят от Мирана снизу. В надежде кого-нибудь поймать, но пока без успеха. Мне кажется, он от Клипов стрелял, на самом деле. Да, скорее всего. Отвод просто. Ну, типа там был большой медведем, вот этот красный. Теперь его тут нет. Очевидно, что он кончится не просто так. Так и есть. ФВ, конечно, хорошо. Давайте Нетворсы потихонечку переключать. Потому что я... Ой, слушай, не рановато ли? Не нормально, потому что ты смотрел Крипстат, и там просто рванька это была. И я пытался понять, насколько оно соответствует. Видите, потому что у нас есть, типа, потенциальные форжи, потенциальные иллюзии. У нас есть потенциальные крипы с мастера. То есть это... Отводы какие-то. То есть под мастер, ляд. И Нетворс... Ну, типа, один крип не равен другому крипу. Поэтому надо смотреть было на целочисление. Это значение. И по ним я понимаю, что у Гамбитов реально все неплохо. Да, снизу забирает Роджера. Роджера, да. А интересно, как его? Просто с руки или под стрелу? Выглядит как стрела. Вообще да. Либо кабаны... Ну, стрела в любом случае, потому что он добил Саюша, а там вариантов не очень много. То есть либо стрела, либо тычка с руки, которая стрела. Вау. Ничего себе. Глубоко. Да, антимаг тем временем топ-1. 2000, да, у него очень все хорошо. Но опять же вопрос из таймингов. ФНГ. Мало хп остается у него. Буквально одной тычки не хватило. 27 хп. Выжил. Башики. Башики по антимагу. А что там у антимага? Колечко есть? Фасочка есть? Колечко пока нет. Нет, он, видишь, купил кучу всяких доп.зб частей. Решил вот так вот сыграть. Интересное решение. А вообще обычно все пытаются колечко зафорсить. Чтобы хп не проседать вообще. Но тут опять же Бара... Взял статую, такой вариант, чтобы идти воевать. Но вообще, да, возможно, сейчас принесет себе, чтобы ПТ-шка была. В том плане, что Бара не лучший убийца, наверное, антимагов. Ну, с другой стороны, без мана и антимаг ты ему особо ничего не делаешь. Ну, типа, да, и они стоят. И, судя по всему, у антимага, вот он видит свою цифру, фирстат, и знает, что его все устраивает. Да, вот на ПТ. Вот они сейчас деньги будут на кальций. Ну, сравните, да, вот этот момент из фильма с Чаком Норрису. Вот это удар, да? Вот удар нормальный, собственно, вылетает Барш. Я, кстати, думал, что эти шутки про Чаком Норрису уже закончились. Но вчера нарвался то, что, типа, он родился в тайне от родителей. На очередной пёрл, типа, из интернета. Так, хватит, типа, ладно, хватит на сегодня интернет, пора спать. Хорошо. В миде инвокер тоже хорошо фармит. 100 голды разница между инвокером и Queen of Pain совсем мало. Тут, скорее, должно смущать, что первых три строчки в одной команде. И у саппортов та же история, где особенно у Патны. Плюс 700 голды над Худвинг. Так, цифра реально немаленькая. Так и есть. Так, куда-то отправился Роджер. Кого хотят найти ФНГ здесь нашёл Фантомема. Начинает его расстреливать. Самый ФНГ тоже немножко пострадал. Кинетик Филд. Можно было бы побить, но не рискует пока что Фантомема. А здесь нас Аюша нашёл Роджер. Есть три липа. Но он, видимо, хочет раз... Он контролит. Он контролит всё прекрасно. Понимает, что урона не хватает, чтобы его забрать. Сюда ещё приходит Queen of Pain. Ещё одинокатая стрела. Ну и всё. Рассказ не хватило. Да, Миложил забирает фраг. Плюс Булонтосов ФНГ с левой стороны. Так, ну Бестульча шестой будет, да? То есть и по идее, и судя по таймеру, и по деньгам, которые сону есть, реально скоро будет ещё и доминатор. По моим подсчётам, вот у него он реально скоро должен будет быть. А это проблема для линии, для этой, потому что... Оу, под вышку врывается Паша. Паша... Паша к пробку! Паша работает! Вот так вот, Соленова. Просто забил до смерти. Без шансов для антимага, там, конечно, на выживание. Аминь получается. Аминь, да. Кадила работает. Так, возвращается у нас... Кто это подтягивается на линии? Миран, да, возвращается. Так, смотри, смотри, Соленавтерлайфа. Смотрю. Смотри, на Курьера, который к нему мтит. Смотрю. Опа! Доминатор. Да, это же доминатор. А потом он убил всех крипов. Нет, там он забрал. Он уже убил, у вас убил, у вас убил, у вас убил, да. Чё не ранжевого, интересно, он к нему пострелял бы. Да. Просто обычно берётся какой-нибудь крип формат, знаешь, там, вот, медведемона, там, этого, сатиры, душихранного, короче, какого-нибудь чела, который реально мешает. Да, этот крип, он вот, не то, что мешает. Ну, просто крип. Инвокер тоже здесь находится. Роджер тоже на позиции. Урна появляется для инвокера, но её бы зарядить. А чтобы зарядить, нужен прах. Как говорится, праха нет. Потому что фрагов нет, к сожалению. Киноптика выпадает. Нейтральная шмоточка. Антимаг там сверху продолжает пока фармить. В гордом одиночестве, кстати. Ну, колечко у него уже есть, поэтому по хпшечке проблем быть не должно. Не должно повториться той ситуации, когда спиритбрекер вот так вот в соло врывается. Ну, наверное, наверное, не должен. Забирает тебя. Но это будет странно. То есть оно и первое должно было быть, и оно случилось. Вот никакие проблемы. Квин оф Пейн. Большую наложу. Да, он должен понимать, что, возможно, это та самая игра, в которой надо забыть про 2-0 Трисмана или 3-К из чем-нибудь. А реально формануть его. Как вариант. Потому что здесь продушки очень много, и всей этой продушки можно одним слотом избежать. Так. Ну что ж, успокоилась пока что немножко игра. 3-3 счет. Антимаг пошел уже в сторону леса. Не хочет, видимо, на линии пока что находиться. Хотя Квин оф Пейн сюда прилетает. На самом деле можно было бы стоять. Не, знаешь, типа, важный вопрос именно в том, откуда он больше денег заработает. На линии не стоять опасно, постоянно будет отходить и просто бежать клюков. Ну, кстати, в лес вроде как собираются, да, поворачивают рожек. Да, 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 да. Смотри, Рейтинг не попадает в свои миска. Значит, наоборот, Дайр не попадает, Рейтинг попали. Сейчас аккуратно обходят, ставят бар. Да, это бежен. И их палят, возможно. Ну, Квин оф Пейн видит. Да. Можно попробовать подловить, но Квапа реагирует, да, и просто уходит. В итоге никого не смогли натипиться. Это тяжело им гонгануть, потому что у тебя и Антимаг с блинком, и Квапа с блинком, и они оба здесь. И под Маслипом еще, то есть у тебя три героя куда-то сваливают. Так, пошло Торнадо по крипам от Депрессит Кида. Получаете, крипы, как говорится. Получили по игрушке. Опа, здорово. Фраг. Это фраг. Ладно, заберут здесь Дезраптора. Снизу, тем временем, там отрабатывает Бисмастер, я так понимаю, с крипами. Уже во всю вышку отсутствует, поэтому... Взял противопоэльного, наконец-то, мужчину. Противопоэльный. Противопоэльная оборона. Ну, есть же противовоздушная оборона. Это, получается, по ПРБ? По ПРБ. Как-то так. Ладно, падает. А ПРБ работает где? А, кстати, не знаю, где он сейчас работает. Мне кажется, Бейтер. Да? Не уверен. Или Нави, то есть... Или Башарф. Не, вроде как Нави уже не работает. Непонятно. Ладно. Падает вышка. Медленно, наверное, сверху. Побежал у нас Паша в очередной раз здесь разгоняется. Ну, надо фармить. Да-да-да. Раскидывает всех. Так, у нас в собаку падает вышка. В итоге один один по вышкам меньше тысячи перевеса. То есть, новая игра, в которой реально по ходу Алан Мидаса делается. Да тут вообще, я бы сказал, игра... И не намекает на какой-то экшен. Даже на финальный. Пока вот фраза игра была равна, идеально подходит для описания. Потому что даже по Нетферсам. Оффлейнер, оффлейнер. Типа кэри мид, мид, кэри. Два саппра, два саппра. То есть... Они одинаковые. Смог разбить сейчас от Сисри Джекс. Возможно, в виде будет. Накрывают Рамзеса ультимейтом. Соник Вейв залетает, и Рамзес просто испарился. Не успевают, но под сейф эти ребята, они были очень близко. Теряют смоу к Скай. Теряют элемент неожиданности, видят Инвокера. Потому что стоит Центряк, они знают, что он здесь. И под этим самым, под Альфа-Волком. По идее, Ктапурты там очень плотно делают. Да, Инвокер выходит. Так, Рор от Бисмастера залетает. Поймали Инвокера. Сюда вкатывается Паша. Говорит, не в мою смену. Практически забрали Афтерлайф. Афтерлайфа все-таки добивают. Пошел фокус по Квин оф Пейн. Квин оф Пейн тоже погибает. Минус два. От Сис Реджекс. Неплохо. Хороший размен. Хорошо подловили на атаке. Паша там красиво выкопался. Плюс ману готов прываться дальше. Так, ну тут уже некого ловить. Он видит, подмашь, что на ней этот. Луна. Луна. Тоже копает. Ну на этом все пока что, опять же. Может я пропустил патчем. Одинаковые шмотки стали падать? Типа баланс? Ну наконец-то, да. Я не думаю, что когда-нибудь в этом плане будет баланс какой-то в этой игре. Так, антимаг пошел вниз фармить. Фантом Ланса фармит леса. Там проблемы у Пантомема могут быть. Потому что Паша тоже едет за ним. И Белка заряжает. Да. Пантомем. Мне кажется, он пересмотрел стрима Флая какого-нибудь. Потому что сегодня рекорды просто бьет по количеству мертей. По смертям-то? Да, да, да. Он смотрит Клакверк, да, сегодня уже у него был. Просто жесть, сколько он умирал. Вот во второй карте они ее выиграли. Ну типа там пака было много, у него был Латиси. Типа нормально так, по смертям. А сейчас снова бегает бедняга и постоянно его находит. То есть, одно из-за того, как бы, тонкая игра между Space Create'ом и Фидом не пересечена. Все вроде нормально, как и наши коэффициенты от партнера Винлайн. 53 на Реджектов, 2.31 на Гамбит. Так вот, вроде типа еще пока Space Create'а не Фидит, но он уже реально близок к этой вот строчке, в которой он Фидит, а не Space Create'а. Ну что, очередной смог от СИСа. На кого пойдут нападать? Там у нас Sky Mag вместе с Белкой перетягиваются. Перетягиваются, но пока мы видим, что у Пелла хорошо, хоть он и умер. То есть, видимо, где-то стаки там успел забрать. Еще что-то, потому что антимаг от него стал отставать. Да, опять же, антимаг начнет разгоняться, когда БФ появится. Именно, да, и без БФ он играть, по идее, не хочет. Потому что... С Иллюзией надо как-то бороться. И тут вопрос. То есть, Мария Пелл доделывает дефуза, и он как бы в ситуации... На секундочку нападение. Рор? Ой, не успел, Afterlife! И хорошо, может быть, потому что не было чем просветить. Он бы себе за сетку хватает, но просто бульпер простоял. Умлокер лишний и свалил бы. В итоге Роджера забрали. Да, бывает. 5-7. Наверное, правильно 7-5 сказать, но неважно. Главное то, что у нас нулевое преимущество, по сути, сейчас. Я думаю, что 5-7 правильно. Сейчас я расскажу, почему. Пока что нас убивают. Такой становится 8-5. Ну да, должна догореть, да. Так вот, типа... Подождите, наконец. Еще Пантомем. Бан, трубчик еще въедет. Нет, Пантомем живет. Там вы видели крепочка зноминатора от бисмастера, решили отступить пока. Надеюсь, не на косячу, но вроде как в настольном теннисе, типа, там вот идет... Не всегда, типа, большой счет к маленькому, а типа от подачи. От подачи, типа, там, 5-дель, а потом 8-5. То есть последний фраг сделали, типа, на потме. Нет, значит, и подача была кис-режектора, значит, типа, 8-5. А подача в антимага заезжает. Прямо сейчас просветка. Не стереотировал. Это может быть размен. Могли забрать сейчас Рамзес, Рамзес успевает убежать. Такой человек тоже живет, понимаешь? А поэт... Он выжил? Да, он успел блинкануться. В этом и суть. Я думал, что его стерло, если честно. И вот он вернулся, он сбил телепорт Белки. И... Жесть. Крученный с подачи. 7-8 в пользу пока что кис-режектора, но все равно продолжаем. Это еще не конец. Паша опять побежал вперед. Накрывает ультимейт на панамеме здесь. Еще забирает фласточку. Чисто, по сеточке переподачи и забил. Да. Ох, экш он пошел. Это хорошо, но по-прежнему как все ровно по нетворсам. Единственное, кто выделяется, конечно, это Паша с своим огромным нетворсом. Почти 7к уже имеет наличие. Кадин его видел? Я как бы не удивлен ни разу. Антимаг практически, да, дофармил себе БФ, осталось себе донести. Поэтому фарм сейчас будет ускоряться для этого героя. Там что по диффузам УПЛа? Должны были быть. Вот он в файт же выходил с ними. Да, все есть. Вот есть диффуза, вот он шмюнг так собрал, он же в таверне посидел. Я как-то не обратился, честно. Вот там настолько быстро пробили его, что да. Пробили его, как будто бы диффузов у него действительно нет, да. Такое. Возможно, эти вещи плохо между собой связаны, но неважно. Так вот, что я хотел сказать. Все, запятая пошел куда-то в разнос, мысль потерялась. Владмиру без мастера, короче, скоро второй домик. Второй домик, да, скоро появится. А это значит, что скоро драконы начнут летать. Я хотел сказать, что я по-моему, типа, логически шел от того, что ПЛ ни в коем образе не пошел бы никуда воевать под Т2 противника и дальше без диффузов. Логично. Это было бы очень странно, поэтому, скорее всего, они у него были. Так, ну и поняли, да, что потеряли здесь вижн. Пошли сюда проверять. Видит Квапу, кстати, которая пошла проверять. Видит Стрелу, которая пошла проверять. Видит Ская, который не поймал ни Квапу, ни Стрелу. Но охот продолжается. Непоятно, кто здесь жертва. Да. Антимага разбег от Паши. Ну да, бегут за ним. Но Антимаг здесь не один. Хотя Депрессит Кит. И вкатывается Паша. Пошло ЕМП. Незерстрайк сразу же. Соник Вейв залетает вовремя от Кин оф Пейн. Торнадо. Нужно уходить. Нужно уходить. Заканчивается Весел. Антимаг в итоге выживает. Сюда приходит Афтерлайв. Его отпевают. Ему урну дают. Он, короче, максимально... Не умерла. Хорошо, хорошо. Так что нормально. Но тем временем Рамзес тоже продолжает фармить. И расти по Нетворсу. И он уже лидирует, кстати. По этому показателю. Разница между ПЛ-ом 1000 голды. И Фантом Лансером. Снизу у нас спрятался Роджер. Видит Афтерлайв. И хотят вдвоем забрать с Депрессит Китом. Сейчас, да. Дабл Саленс. Потому что залетает. Чуть-чуть не хватает, да. Но я думаю, что это та игра, в которой еще можно подумать. А и Крепочка бы добить. Это второй доминатор, типа, и потом купить какой-нибудь пайпец на команду. Подожди. Видит Депрессит Кит, да. Так. Ну а что, одна Мирана вряд ли что-то сделает. Сюда набегает уже Дезраптор. Вдвоем можно попробовать. Вдвоем можно попробовать. Но уже нельзя. На развороте. Пантомем. Какая смерть уже у Пантомем? Сейчас узнаем. Шестая где-то, да? Пятая. Пятая. Ну, порядочно, порядочно убирал. То есть он половину почти своей команды выпадал. Если будет шестая, то будет ровно половину. А, много. Ну, Паша с инвизом, он сейчас будет очень много грязи в этой игре делать. И казалось бы, да, то есть старт был, ну, обычный. Все, типа, хорошо, все, типа, нормально. Потом бац, 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 и он вырывается там в топ, и что-то ездит туда, ездит сюда, что-то всех убивает. И вот Пантомем бедняга теперь постоянно огребает. Так, куда-то снова поехал Паша. Подвышку снова на Мирану, правда. Незерстрайк, Союж. До свидания. Моментально стерли его. Жозенькая, жозенькая комба. То есть у тебя хватает древней станы даже с такой раскачкой. Ну, я сейчас вспоминаю первые игры, которые я смотрел, опять же, от цисов, когда они только собрались. Там Паша также примерно отыгрывал на этом Братрубе. Да, да, вот первые игры. Они первые начали его драться. Первая игра в Хвалов у них и была. Типа, он на Братрубе, на троечке так играли. Так, у нас тут нападение на Пантомема снова. Пантомем успела нажать ультимейт, но толку не особо много. Пашу на развороте могут попробовать зафокусить. Нет, не хватает здесь урона. И еще и выкапывает нагло, остановился здесь Пашу. Пашу все-таки добивают на развороте. Квенов Пей накрывают ультимейтом, Мелажул погибает. Можно сказать, что байт был от счастья. Можно сказать, что был. Да, потому что сбили стрик. Но просто Паша вроде как побольше стрик сбили. У него пятикратный был. Я думаю, его все равно все устраивает, потому что дальше забрали по Клапу. И получается, что размен не саппортов с тебя, а саппорта и вражеского мидера с тебя. Он как тройка. Это реально то, что его должно устраивать, потому что его кэрри фармит. И это та игра, в которой его кэрри фармит. И у него не четыре просто тряпки какие-то в команде, которые постоянно умирают. А реально такие плотные танковые персонажи. Потому что много такого братрума. Нормально уже у инвокера собраны. И они реально не погибают за... Какими норками там рассказа Папы. Слушай, но Пэл уже почти с мантой. Вот, манты есть, да. Манты. А антимаг там пока без манты. Пока без манты. Пока, да. Ему еще много фармить. Но он, типа, вот вышел на стадию фарма. Пэл там нулевой, условно, в стадии фарма. И он просто скорее будет по файту. То есть, насколько быстро антимаг будет всех убивать. Насколько быстро Пэл будет. Я не уверен, что пока что антимаг хочет файт вообще приходить. Пока не хочет. Но они не должны команды играть без него, очевидно. Ну, пытается. Смог разбит от гамбит. Идут наверх. Паша здесь фармит. Могут его найти, кстати. Не знаю, что он здесь. Если чем его видеть. Потому что прошлый файт, потому что был плохо для них. Они потратили рор в бульдоз. Они потратили там все свои скиллы. Контролище в этот бульдоз. И он почти убежал. Повезло, что стал копать. Возможно, стоит подумать как-нибудь Юлу для Патмы. Чтобы просто поднимать. Ну, типа, статус-трест не работает. Можно просто переждать страшные обилки. Не случайно, что вот здесь мы смотрим на дизатор. И я слышу, где-то фармит антимаг. Прикинь, если вы кистеректов, та же история. Смотришь на квит и слышишь, где-то фармит антимаг. И понимаешь, что ты его даже видишь, а он качается. Он качается. Потихонечку, потихонечку набирает. Мы видим. Ну да, сокращается расстояние между... Делай с дисп, чтобы просто умирали 31.53. Ну да. Ну, в среднем, да. С клипов на линии по силам больше. На 700 ПЛ. С джангл на 400 ПЛ. С урун поменьше, кстати. Ну, сейчас рановато еще сравнивать этот показатель. Я предлагаю минут через 10 к нему вернуться. И посмотреть, кто больше нафармил. Если у нас ничего не изменится глобально. С ПНГ, я про то, что на фоне... Опа, имя Роджер. Что вообще происходит? Фитфест. Смотрим в состоянии коры героев. Давайте вы не будете выйти, пока мы не закончим. Так вот, по поводу этого сравнения. То есть, на самом деле, если нам показывают кэри героев. По баунтирунам в ситуации плюс 200 для Гамбит. То они, очевидно, две в сегре героев тоже будут в сравнении плюс 200 для Гамбит. То есть, лично голды они лишние заработали с рун. Неплохо. Мидасик продолжает, кстати, работать также. Можем стату запросить по Мидасику. Можем стату по урону запросить. Можем посмотреть просто сверху и сказать, что меньше тысячи перевеса. И пока фитфенец 90 три раза заюзал. Не густо. Не густо. Снизу Afterlife под угрозой. Потому что Паша уже здесь. Здравствуйте. И до свидания. Я думаю, что когда-то команды к этому придут. Что если ты роживая температура, который мало того, что кор, так еще и дофармил себе шеллоубейт. Не надо ходить один, не пойми где. Когда-нибудь это произойдет? Когда-то да. Потому что они реально постоянно вот... То есть у тебя же вот этот персонаж, он мог взять сейчас этого громодячера, кабана-кабана, и без них пойти фармить свой лес, а они пусть и выезжают не из пуш. Так многие, кстати, делают. Да, потому что так это... Ты даже денег много, если их понимают. Но это все равно безопасность. Не дашь доп. экспы, сам что-то заработаешь, что-то и т.п. Так, у нас под пуш в миде вышки идет от Цесарь Джек. Пока что здесь Рамзес занимается этим вопросом, и вышка упала. Рамзес мы видим, собирая все-таки мужицкий билд на Фантом Лансера. Сразу же уплотняется, будет Тараска. Так, ну а здесь Аганим. Паша на подходе. Кстати, не так много осталось денежек ему до этого артефакта. Тысяча голды буквально. Ну, для чего? А? Для чего? Аганим? Ну, типа, бакабешек пока нет. На будущее. Может быть. Ну, типа, я в этом плане небольшой... Так, был смок разбит, но, понятное дело, в атаку без антимага отправляются Гамбит. Просто мне кажется, что это вообще тайгера, в которой там антимаг вообще, возможно, не будет бакабе собирать. Не сверх... Ну, там не только, конечно, пробитие бакабе как бонус, и в целом статы там тоже приятно, что дает. Но МХО можно было придумать что-то поинтереснее. Теперь Башер. Он бакабе придумал. Чтобы все просто ели его, красава. Это куда лучше. Он придумал в итоге бакабе. Смок все еще действует на команду Гамбит. Никого они не смогли найти, но этот смок прочитали ЦИС, я так понимаю. Я не уверен, может быть, даже где-то на варде они спалились. Потому что варту-то, я вижу, один есть на территории команды Гамбит. Может быть, где-то рядом разбили просто. Варту-варт есть, да. Не так много дает вижна, но ладно. Но достаточно, чтобы понимать, что где-то что-то происходит, да? То есть ты видишь курьеров, ты видишь героев. Ты понимаешь, где кто есть. И найти этот вард очень тяжело. Он вообще в максимально нестандартном месте. Да. Ну что ж. Продолжаем наблюдать за увлекательной игрой по фарму крипов лесных от коров обеих команд. С одной стороны Фантом Лансер. С другой стороны Антимаг. Фантом Лансер будет играть через Тараску. Антимаг будет дефолтный билд. Он там Адаманта Стайл уже дожил. Что у него там дальше, тоже будет появляться, кстати, вопрос. Тараска-то здесь уже почти готова. Антимаг через Каде будет играть. Еще один смог, возможно, да? Или нет? Или да? Да непонятно. То есть надо ли оно им вообще? То есть у вас Антимаг, он не в кондиции воевать. Противник КПЛ реально уже крайне хорош. Собрал все для того, чтобы можно пойти подраться прямо сейчас. А надо ли оно вообще куда-то лезть? Ну вот хотят сверху поймать. Вы формили Антимага чуть-чуть и все будет получать. Так, Паша выехал. Паша выехал. Все. Рад пока никуда не... По выделенной полосе уже едет. Все просто уходят. Мне кажется, он не надо отменять. Он уже отменил, да. Они тоже на вардах. То есть они стоят и там, и там. На вражеской половине, то есть все дают другу. Примерно контролирует по карте. Пока Бешечка готова. Так вот, Антимаг просто... Просто вот сравнение корт-героев. Мы видим, да, что смерти Паэллу не так сильно помешали. Его просто по фарму очень быстрее Антимага добирает. Но вот опять же, то есть вот когда делается Скадост когда-то, это будет третий слот. Переделать... Оставься тут какой-нибудь полезное что-нибудь. Переделать Руфенов какой-нибудь, что-нибудь полезное и так далее. И вот когда у тебя будет, там, Эйби сломнули фаер, вот это вот все, реально стоит заходить фай. Часто он просто не потянет. Ни Паэлл, ни его друзей, никого. Тут же Тарас. Ты играй с Тарашан, играй с сплитпуша. Я что-то думаю, что уже... Поздняк. Нет. Для гамби здесь ковыркаться. Да, нормально, у них ПКБ контроль есть. У тебя всегда есть вероятность того, что ты соберешь аганим в Дизрапторе, просто закроешь какого-то героя вот условного. А как там дела по аганиму Дизраптору с 3500 нетвоксом? Я думаю, что он ни в каком образе не сможет его пока купить, но 1500 у него просто уже есть. Он хотя бы может начать собирать. То есть, знаешь, парень при деньгах. Севидный жених, там все дела, 1500 собрал и не потерял их. Учитывая количество его подфидов в начале, это таки тоже достижение. Ну, Фейл собрал себе в любом случае артефакты, с помощью которых можно пушить эти как минимум вышки. Тараска-то есть или вообще пофигу? Иллюзии перестают умирать, да. Да, ты идешь вперед и ломаешь. Плюс, баф на катапульту этого Лакера забыл. А Лакрити? Да. А Лакрити, да. Да, Кларити в башке, я понимаю, что это не Анос. Кларити? Да мог бы сказать Кларити все бы поняли. Время уже почти час ночи, наверное, или сколько? Двенадцатом уже. В Чалакрити кидается, да ты у него, типа, седьмой век, там, шестой экзорт, уже очень много сферстаки с демиджа. Кат нормально работает. То есть под любой из них можно выходить, и вот он. Прокаст. Локомотив въезжает прямо в Квин оф Пейн. Мелажул, кстати, живет, хорошо. А там в это время Рамзен сломает лицо Рошану. Причем нет, теперь ульты у Дезераптора. И подаю, что ты под мой. Был, стрела. Стрела. Сокрыл тиммейта. Красава. Ну, кстати, нормально лицо. Вот думал бы у него такой тиммейт на НТГ, лишь бы 120 летели. Ну, что поделать. Если бы ДКБ, как говорится, Рошан падает в любом случае, а Эггис для команды с Режект. Снизу в это время Гамбит ломают Т2. Не теряют, как говорится, время не зря. Но это, опять же, нормальная практика. Забрать Аванпо, забрать Руны. Я к тому, что многие команды... Оп! Нет, в этот раз. Это было близко. Многие команды просто зачастую отдают этого Рошана. И ничего не делают. Первого, да. Потому что за первого Эггис не факт, что ты успеешь что-то полезное сделать. Поэтому не страшно. А здесь вышечка уже упала. Уже неплохо. Кстати, Паша. Опа! Оп! Приветики! И до свидания. Неплохо, неплохо. Является ли это ошибкой от Паши? Ты даже пытаешься? Замечу, что у бисмастера тут стоит автотака, потому что он вышел из инвиза. Я начал крипов убить, да. Нет, нет, я про Кабана, который из леса в него стрельнул. А, ты про это? Да, у бисмастера. Так он вроде сначала у него анимация пошла. То есть он про него в Пашу сначала. И бахнул Кабан, потому что у нас был Вижен включен для кисрежектов, и Паша видит из леса Кабана. Ну, нажимать просто было уже нечего, поэтому типа сорян. Вот. Но сам факт прикольно. Ну, потому что многие играют без уключения, как раз как, чтобы избегать этих хаосов. А то, может помнишь, что ты раньше на Твердойте постоянно были видосы, где какой-нибудь шаман там в лесу стоит. Отменяет атаку, а у него героя очень, очень хочет ударить. И вот стоит просто вот это вот, типа, в судорогах в лесу, ветер гоняет. А, ладно, тысячи голды за цисами. Есть уже стикади для антимага. Пэл в это время подала критин, наваливает по вышке. Причем очень даже неплохо, Рамзо здесь разваливает Т2, Т2 упадет. Там фарджи еще помогает, правда. Да, 300 урона, есть 300 урона. Тут как ни крути, опять, если ты не получаешь дэмэджи, это все хорошо. Но антимага, он, типа, чем хорош, что он обычно успевает в таких ситуациях попакостить немного. То есть по это... По сплитпушить? По сплитпушить, да, побить, типа, вышечку и так далее. То есть ты, типа, куда-то заходишь, он, и ты понимаешь, что там его команда кипов забрала, что-то сделал, вот здесь ФНГ потеряли. Да, блин, сложно сплитпушить, когда у противника сплитбрекер, который постоянно в тебя будет въезжать. Это да, это да. Не очень приятно. Смок, теперь с антимага. Я не в правильную сторону, потому что здесь только что при помощи демо от инвокера, которые у инвокера, сломали вард. Очевидно, что противник не просто так будет, хоть тебе влезь, сломать тебе там вард. И поэтому они бегут, сейчас будут байтить на потму. И? Байт на потму, со спины уже близко, ребята. Дайерс, конечно, попадает. Так, сплитбрекер бежит, сплитбрекер бежит. Роджера видят, Паша отменяет разгон, накрывает Роджера. Рор залетает в инвокера, инвокера нужно же добить, инвокер погибает. Минус два, минус еще, скорее всего, будет и Afterlife здесь в ответочку. Паша продолжает жить вместе с кем? С Рамзесом, пытается забрать кого-то еще, но нет, думаю. Майбэк сделал, кстати. Очень круто, они выбрали цель, потому что гем забрали. Вроде как, из-за того, что я вижу, что он у Патмы, но теперь у них свой. Еще один. Чей у Патмы? То есть, может, у Патмы свой? Непонятно. Тот, то есть, отру... Да, это ее, если не подсвечиваться на другой игрок. Они не забрали. Выбили, забрать не забрали. Тогда они такие молодцы. Так, Паша далековато ушел, далековато ушел Паша. Мана нет. Но... Взрыв. Мана воет, Пашу заберут здесь, конечно же. Т-3 вышка, правда, в это время упала, Рамзес уходит. Там, видишь, продушивают ФНГ, Клопа, да, 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 это еще минус 2 евро. Вернули. Глимс, Рамзес, это неплохо под бараки. Ну, а чем... Там Аэгис, да, там вообще не хочется его трогать. Вернуть-то, конечно, вернули, на Пакстере. Без мана он остался, то есть, долго будет уходить, но пробить его сейчас будет тяжело. Вот это да. Ну, побегает какое-то время. Ладно, в любом случае, то, что отдали Пашу, это, конечно, неприятно. Ну, они отдали ФНГ дополнительно, они перед этим поменялись одним героем в двух. Хотя бы Т-3 забрали, уже приятно. Ну, вообще, да, так-то по деньгам они неплохо. Суммарно все очень... Они просели очень сильно по экономике, потому что там еще инвокер сделал байбэк, не будем забывать. У нас, кстати, коэффициент этим временем от Винлайн на ваших экранах 1.57 на ЦИС и 2.2 на команду Гамбит. Хеекс появляется. Это нормально. Я же говорю, типа, та игра, где вот нужно было про это все забыть, типа, то он все равно, конечно, я ИКС собрал, но потом бы бахнул БКБ, чтобы не париться, бахнул себе вообще Хеекс. То есть максимально интересная такая сборка. Я считаю, это правильный подход именно вот к этой игре. Теперь у них есть ниц-то контроль, который позволяет вот что-то сделать очень крутое. Бабочка появилась у Рамзеса. Пробивать пока нечем. Мантимаг там вроде как и не задумывался насчет покупки МКБ. Я тебе не против Хеексона, мне кажется, это та игра, в которой еще нужна была Шива, потому что Хеекс... Вот он против ПЛ не работает обычно. Тебе реально не можешь угадать, а где настоящий, то есть. Да. И вот встреча. ПЛ нашел, у него еще 50-70... Ты сколько там? 35 секунд. 35 секунд. Паша побежал. На кого? На кого бежит Паша? Нет, ни на кого уже не бежит. Отменяет разгон. Хотели все-таки... Ульп отмы, типа Агему инвокер, непонятно где инвокер. Он вообще далеко, вон снизу слева стоит. Да, Пантомем. Нашли его, есть Вижен, он умер. Да, к сожалению. Федняга, Пантомем. Ну теперь он знаешь, что там Вижен? Ну, надеюсь, что это его чему-нибудь донаучат на будущее. Да, что он как-то раздевардит. Хотя, на самом деле, там вроде как центры и так упадут. Да, центры сейчас и так развалятся. Ну, у них гемо-куапы, то есть, они и так... Просто пройдут. ...где бегают, там контролируют. То есть, просто не ходи без команды. Они жаль, начали двигаться командно. И все стало более чем получаться. То есть, перевес сократили, карту не сильно потеряли. То есть, первый Рошан не был реализован в бараке, в сторону не был реализован. Ну, опять наращивают преимущества ЦИСы, пока драк никаких не происходит. Фармят они все-таки получше, мы видим. Да, мы видим, что Клопа без Мидаса, а с Мидасом у нас инвокер Клопа его перегоняет потихоньку. Мы видим, что Бессмастер из Братрумы теперь уже почти на равных. И Антимаг реально то есть, что-то добирает. Но разница все еще существенная с Фантом Лансером. Да, 1600 и 1789%. Кстати, бабочка будет у Антимага также. Здесь Лин Ку собирается собирать себе Рамзес. Видимо, увидели Хекс. Ну, непонятно, то есть. Или что? Ну, Рор, там, да, Юл, что-то туда, Глимсы, вот это вот все. Глобально тоже понятно, что это может пригодиться. Просто, мне кажется, далеко не самый лучший боевой артефакт. И, возможно, какой-нибудь... Я бы сказал, это вообще не боевой артефакт. Нужно защиту, как бы. Статы, конечно, есть, это классно, но все-таки деф. Потому что пушерочек ты берешь и просто бьешь с руки. То есть, знаешь, хочется как так себе, мне кажется, загрейдить. Я уже сто лет не видел таких ПЛов, если честно. Ну, я недавно видел. Глобило хорошо. Ну, то есть, если он просто бьет, да, то есть там появляется возможность мейном вот именно выхищать героев. Такого как Антимаг будет, да, неприятно. Так, у нас есть статистика по саммонам. Сбитым крипам, да, 613. Не так много. Так, какая-то минута 34. На какой там, говорил Вован, должна отвалиться дота, чтобы мы прокомментировали вебки игроков? 35, по-моему, по 50 или что-то такое. 25, по 40. Забирают Аванпост обратно под свой контроль Гамбит прямо сейчас. И вербально готовятся уже бороться за Рошана. Кстати, который появится буквально... А, это основной таймер. Там еще бьет до самого таймера, но они, типа, уже морально готовы. Потенциально. Меложул. Решил отдохнуть пока что на ХГ. Ну, может тебе позволить. Нормально. Так, там снизу у нас потенциальная атака могла быть сейчас на Антимага. А она есть, кстати. Паша уже въехал. Незерстрайк. БКБшку прожал. Торнадо летит. Как же контролит Антимага? Выспевает, ну, идти. Выспевает нажать... Матерспайл. Матерспайл, и в итоге Скайс касает сам себя. Да. Да, и все, его тут не взять. Но попытка могла быть неплохой. Рамзес почти дофармил себе уже линку. В сторону Рошана выехали Гамбита. Рошана нет еще. На треугольник заходит. Рамзеса видит. Ой, ну не знаю, как его забирать. О, Хекс. Залетает. Отлично. Попал в нужного. Но тут уже Рор возвращает под ультимейт Дизраптор. Рамзеса не могут забрать. Рамзес все еще жив. Соник Вейв выталкивает. Далеко Рамзеса успевает нажать Доппельгангер и просто убегает из драки. Ой-ой-ой-ой. Все битые Гамбит. Все потрачено. Нужно отступать. Прожали мылощадл. Да, у них ничего не осталось. Валим, валим парни отсюда. Да. Чуть-чуть не хватило. Для того, чтобы вот как-то вот у них антимак там разлетелись. Еще что-то случилось такое. И в итоге сейчас Нараска будет работать. И он реально быстрый Диргенец до фулов. Я думаю, что буквально за несколько секунд он уже фуловый. Вот, здравствуйте. Бабочка появилась антимак. Бабочка готова. Руна Регена в топе. 30 секунд. Рошан 25. Есть линка. Теперь будет сложнее так его цепануть. Ну и Рошан появится через 15 секунд. Следующий уже. Но ресурсов у Гамбит. Посмотри на него. Тупо мой мальчик. Вау. А тут у нас. Тут БКБшка. А там уже огонь ему спидбрекера. Да. Должен будет быть. И он его реально собирает. Теперь уже в более правильный таймер. Потому что опять же. А какой смысл раньше? Да, тут согласен. Паш опять побежал. Куда-то видимо на крипов просто. Судя по вектору движения. Ну да. Ну здравствуйте. Суеты навести. 1100 почти ему в спида. Не лучший таймер как-то. Не лучший, скажешь, что мы видели. Тут Рошан. Второй встал. Тимак очень быстро его разбирает. Тут Шар. Тут Аегис. Есть высокая вероятность. Это все реально себя забрать. Потому что Эйджекторы. Ну тупо не успевают подойти. Они что-то как-то не готовы. Типа что-то пробежал мимо. Там никого не было. Типа все. Тут раз-раз-раз. И Рошан подрезан. Очень тайминговый санстрайк. Для проверки всего этого дела. Скан попадает. Если бы это делал квест, но попасть с сканами, они бы в этой игре его сделали. К сожалению, больше ничего им это не дает. Есть БКБ для Бестмастера. По идее, должно быть быть БКБ для Тимага. БКБ у Клопы уже давно готово. Да. Так и есть. Бестмастер вот с БКБ теперь тоже отыгрывает. Паша снова побежал куда-то вниз. Вот с лавками по чеху уже получше бегает. Да. Так. Ну что, может быть атаку Гамбит попробуют организовать какую-то. Все-таки у них Аегис. Может быть попробуют. Ну я просто смотрю, все еще. И я понимаю, что Рамзес гораздо быстрее фармит, нежели Антимаг. И у них разрыв только увеличивает. Ну я вижу, что спиритбрекер обгоняет уже без этого. Брекер проигрывал тысячу. Подматип неплохо добирает. Вопрос, кто из них будет полезнее. Подмейли Скай. Вопрос, кто будет полезнее. Бестмастер или Братрум. То есть тут много вопросов. Так что, мне кажется, какой-то один файт крепкий еще будет, в котором многое порешается. И он все ближе и ближе. Ну вот пока что бегает здесь у нас инвокер в инвизи. Могут найти, например, Мелажула. Он видит же. Он видит на нее гем, БКБ. Он врывается сам, летит стрела. Стрела ни по кому не попадает. Зато Хекс залетает в Роджера. Роджера должны добить. Он дотикает, наверное, да. Он погибает. Торнадо от инвокера накрывает там Пашу. Но Паша просто выбегает. Рамзес тоже уходит. Все живы. Паша потратил БКБ. Антимаг отступает с блинка. Пока только одного саппортика забрали. Видит Рамзеса настоящего. Стрела! Ну ох. Ну как годы флешбеки. Флешбеки уже пошли, я чувствую, да. Если бы эта игра закончилась, то было бы крепко у Льва. Байбэк, ну видишь, байбэк, я думаю, на этом байбэк закончилась. Все еще не равно нулю. Она каждый раз, она каждый раз все ближе, она подстреливается. Но из плюсов Рамзес собирает себе МКБ, поэтому антимага будет чем пробивать, а вот у антимага оружия нет, к сожалению. Потому что каждый аналитик все рофил рофил, типа, что вот вы же знаете, как вы выиграете Рамзеса, просто возьмите Патму. И одна команда реально взяла Патму, и одна реально близка к тому, чтобы выиграть. Ну подожди еще. Ну вообще, слушай, сейчас у них Аэгис, у них сейчас реально все хорошо. Реально все хорошо, но не сказать, что они как-то грамотно пока что распоряжаются этим Аэгисом. Опять же, по макро их неплохо переигрывают СИСу. Мы видим, что они вынослины. Ну под тенигам я вижу, что они потихоньку, полигонку уже добирают в плюс тебе. Тут у нас еще, видишь, Маскадос у нас тебе выбил вот этот замечательный меч, который рану вешает. Старая стенджа, да-да-да. То есть теперь еще сложнее с антимагом, очевидно, что его видно. Паша бежит. И вот мощь ли он? Да нет, я думаю, что нет. Я думаю, антимаг не та отстает, тем более с Аэгисом. Видимо, нет. БКБ готова у антимага. Замечательно. Фантом Ланцер себе практически дофармил уже МКБ. Ему летит, да, судя по всему, в Курьере МКБ уже должна быть. Да? Да. Привет, антимаг. Что сказать? Привет, Андрей. Или как на дворе? А у них есть Андрей? Я не знаю. Привет, Андрей. Так и вижу. Ну давай, да. Тут? Артем. Равзес. Привет, Равзес. Выбирай любого паша. Рожа. Да, ну антимаг собирает себе следующим артефактом МКБ, мы видим. Но нужно пофармить еще какое-то время. Уокер тоже делает хекс. То есть никакого аганима, никакого этого рефрешера. Никакого праздника. Да, как-то у нас устаканилась дота, я бы сказал. 17-17, 40 минут, преимущества нет. Вкатывается Паша, неплохо пробивает антимага. Антимаг минус аегис на ровном месте. Ничего толком не потратив. Выбивает его. На развороте, может быть, будет какое-то нападение. Паша побежал вперед. Антимагу снова больно. Он прожал БКБ. Не знает, как драться. Просто пытается убежать отсюда. Говорит, не бейте, я не хочу. Я не готов сражаться пока еще. И, возможно, уже не буду готов никогда. Не знаю. Потому что ПЛ уже настолько грозный, если честно. Да, неприятно, потому что у него есть бабочка. У тебя нет бабочки? Нет. Наоборот, точнее, МКБ. МКБ, да, да, да. Ну, ты понял. По факту у него есть бабочка, у тебя нет бабочки? По факту, да. Все правильно сказал. Все правильно сказал. Действительно, не ошибся. Так, Паша все мансует и бегает. Ну, Паша по макро пока отыграет. Сейчас, хоп. Минус пачка крипов. Ну, это, конечно, очко. До свидания. Баланса в этом немного, но красоты в этом много. Ну, что ж, Аегис выбили. Ждем следующего Рошана. Е-е-е. Класс. Ты что, не рад? Я очень рад. Праздник Доты. Да. Третий Рошан. Это же самый сочный Рошан на свете. Кто, интересно, его заберет. Фантом Ланцер 30 тысяч Нетворса. Мне кажется, скоро слоты закончатся у ПЛа. Огоним. Огоним можно скушать, да, будет? Можно Моншард скушать, можно диммейтов что-то там подбодрить. Вардов купить бесплатно. Ну, какой вариант? Типа, как ты стал таким богатым, да, спрашиваешь, ты понял? Покупал бесплатные варды и продавал их тиммейтам. Звучит, как бизнес-план неплохой. Так, так, так. А как тебе этот Скай? Ну, слушай, его пока не видят. Просто какова идея? Типа, просто ты паул потом сделать? Просто этот вард, ну, очевидно, сбегает. А, Чардж, а как тебе такое, Антимаг? Здорово! И Антимаг рискует погибнуть. Нет, успевает на ОХП уйти, но было близко. Было близко. К ВАПа там прыгнули. БКБ слышу, кто-то прожал. Это кто? Вокер. Вокер. Вокер вернулся. Потому что там, она, когда пришла, там был вард, она это видела. Ем у неё, то есть иначе не сломать. Так, у Фантом Лансера 2 800 на руках. Вот реально, а что ему ещё собирать теперь? И от чего избавляться не хочется? Я блингу выкинул. На что бы ты поменял? На башер. На башер? Я не думал. Эбисал. Ну, в дальнейшем. Ну, или фаер, что-нибудь. Не знаю. Не башер буквально. Так, ну пока не ясно, что будет собирать себе Рамзес дальше. Здесь у нас Орчет собирается от Меложула. В это время Смок в очередной раз разбивает ЦИС и идут в атаку. Ну, Рошан ещё у них 40. Они реально... Да нет, Рошан ещё долго. Я думаю, что они реально рано собираются туда идти. Они могут просто зайти в лес, кого-то забрать. А в трон они зайти не могут? Вот, могут вот так вот на Пашу прыгать здесь. Стрела, не успевает. Да. Тут ещё Паша сам врывается на Пантомема. Правда, получает рор. Антимаг на месте. Пашу не смогли забрать. Он просто за счёт Назерстрайка выпрыгнул из ультимейта. Пантомем погибает. Антимаг под БКБшкой начинает драться с ПЛом. Ну, тут без шансов. МКБ нет, не пробить никак. Скай добили. И видят под Кукуапу, который тоже делает блинкаут. Сколько-то. Она уйдет. Или нет. Или нет. Понятно, вроде уходит. Паша бежит, конечно, куда-то. Рамзес, Паша далеко ещё. Очень далеко. Мы видим. Там Рамзес вроде как побежал вперёд. Да, я смотрю, тут КПшечек очень мало осталось, что у Меложула. Меложула отступает уже аж под фонтан. Падают в это время бараки. Ничего не может сделать антимаг без МКБ. Мы видим, вообще бесполезен по итогу. И бараки теряют, похоже, гамбит сверху. Похоже, на то линьки взрываются и бараки падают. Недостаточно больно. Это дежавюл, петь. Я боюсь, если я начну это петь, всё будет очень плохо. Давай так, если эта игра там за 60-х зайдёт, я начну. Патма. Патма забрали, да, окей. Можно продолжать. КП прыгает. Есть КЕК. О, Меложула, он минус ЛНК, пошёл Юул, БКБшку прожжал, пытается уйти. И он умирает. У него байбэка нет. Вот так. А всё, это сейчас минус мид? Афирматив. Говорит автор. Афирматив. Ну а чё, то есть? Ну да. Ну, зашёл, он умер. Бывает. Я почему-то вспомнил сразу Red Alert на Соньки на первой. А был бы гостик в команде, уже бы видео записалось. Да. Так, ну смог атака. Вчетвером пытаются Gambit что-то придумать сейчас. Но что ты сделаешь с этим ПЛ? Непонятно, что ты сделаешь. Просканировали, попали в них в Дайер. Кстати, в Дайер попали Рэддиан. Вторая сторона падает. Опять же, в той же ситуации, что ты не можешь особо быстро поломать ретик, потому что там Т1, Т2. Так они могут Т4 поломать. Но они могут поломать рон, потому что Клопа всё ещё без бая. Целую минуту её ждать. Да, денег у неё 250 голды не хватает. Причём там есть баунти, две штуки. Антимаг мог бы реально закатать туда-обратно, забрать их. Но... Нафиг надо. Видимо, инфа, что голды не хватает чуть-чуть, не поступило. Можно выложить шмотку, продать, выйти из игры. Ну, не-не-не. Смотри, в общем, выкидываешь шмотку, её поднимает Антимаг, выходит из игры. Ты, типа, выкупаешься, потому что стоимость стала дешевле. И вы отжимаете спаунули. Тип-то поздно. Ладно, тут драка началась. Рамзес наполовину пробили. Он успевает уйти. Проблема Afterlife. Afterlife тоже живёт. Кинетик филд неплохой. Паше не дали разогнаться. Sunstrike летит. Ни в кого не попадает. Трон падает. Трон горит. Клиф прожимает. Гамбит до конца. Антимаг просто в башек, в контролях. Не может ничего сделать. Его избивают. Саленс накинули. Белка ультует. И Антимаг растворился просто в никуда. И на этом заканчивается драка. И третья. Карта победы команды CIS Rejects. Ну вот, я придумал легальный и нелегальный способ. Понормальный в эту драку провести. Они оба бы заскипали. Давай. Ну, говорю, типа, баунти забрать или передать шмотку. Опа. О, аллилуйя. Свет дали. Найс, найс, найс. Что сказать? Слава богу, что не 60 минут, как минимум, наверное. Ну, не знаю, не уверен, потому что я бы хотел послушать твое пение. Поэтому не уверен, что хорошо, что так рано они закончили. С другой стороны заслуженно победили CIS Rejects. Да, безусловно. Эта карта от Паша, эта карта от Рамзеса была сильно лучше, чем вторая или первая за сегодняшний день. Почти безошибочно. Очень круто сыграли. Везде, где надо выжить, выжили. И в итоге закончили карту, даже не дожидаясь нового Рошана, тем самым сломав систему. Ну, и как итог, Антимаг не особо-то и работает против Пэлла. Мы увидели, что... Наверное, неспростые его и не берут. Ну, вообще, да, я согласен. Ну, и тут айтембилд. Не успел он в итоге с этим МКБ, к сожалению. Вот был момент, когда они начали драться один на один. Видно было, что просто не может пробить, к сожалению. Увы. Ладно, что уж тут более разглагольствовать. У нас есть целая аналитика, которая уже в сборе, и мы передаем им слово. Разрушено ли проклятие Рамзеса и стрел, мы не знаем. Узнаем немного попозже, но, как минимум, эта карта была взята его командой, и мы, опять же, говорили во время аналитики о том, насколько же может быть хороший Антимаг против Пэлла. Ну, походу, не очень. Вообще, не впечатлило вообще. То есть, он не смог его убить, когда тот получил рор, его там дальше продолжали контролить, вкидывали вообще всевозможные сплы и сониквейв, и даже в этом случае он его не убивал. Короче, слабенько, слабенько. Троечка по десятибалльной. Наверное, темп какой-то нужен был более серьезный, а его развить не получилось из-за спиритбрейкера, которого Антимаг постоянно боялся, потому что Паша очень много набрал. Ну, то, что произошло вначале вообще, это немножко... Ну, это, наверное, не должно происходить, да, в каждой игре, что спиритбрейкер убивает Антимага, ему там и Набаша заперло с одной стороны, с другой стороны получился гигантский нетверс у этого Бары, из-за этого он постоянно бегал и делал кучу импакта, и из-за этого импакта как раз-таки очень сильно зажаты были Гамбит, они вот начальную стадию, которую могли провести гораздо лучше подслили. Вот здесь, кстати, тоже странный момент, Рамзаса убивают. Или отойти нужно? Да, они пошли еще раз напасть. Кулдаунов нет, да, кулдаунов нет. Домой. Домой. У нас нет Соник Вейва. Ну, домой. У нас нет, кстати, Шторм, ну, они домой сходили, причем оказались там быстрее, если мы шли за... Прошу прощения. Ну вот так, вот на таких вот моментах Гамбиты уступали от Сиса, и у Сиса в этом плане их просто переигрывали. То есть они, во-первых, в плане... во-первых, они их переигрывали за счет того, что они получше поддавливали антимага, потому что было очень много моментов, где антимаг фармит, его начинает душить, он бежит домой, и так было там раз пять или шесть минимум. Во-вторых, еще было очень много лишних смертей от Амбит, за счет чего там у Сисов в целом остальные герои чувствовали себя немного лучше. Вот я уже молочу про Сих Шторм, вот здесь вот у Дезераптора вообще не пошло, потому что многие из этих Шторм, они просто кидались вот так там, просто под себя, лишь бы выкинуть заранее. Я бы еще добавил, что не было видно Бестмастера как такового, импакта от него не ощущалось. Вот тот фантастический импакт, про который мы говорили до этого... Который был вот в первом матче. В первой, во второй игре, в третьей его вообще не было. Он даже не мог нормально зайти в драку и выдать хороший рор. Отчасти потому, что там была уже лингенсфера на инвокере и потом лингенсфера на фантом лансере. Хотя в лансере, наверное, вообще тяжеловато выдавать рор. Но как-то... Обычно Бестмастер может найти всегда в суппортов какого-нибудь даже ультануть, и в барик ультануть, не дать ему разбежаться. Но, как мы видели, Бара очень хорошо разбегался. Прям с ультимейта, очень живучий, и спайдер лекса ему выпали. Тоже в этом плане повезло. Там вот, если присмотреться, вот опять же, антимаг. Вот он дерется с фантом лансером, с большим трудом бывает его иллюзии. Я уже молчу про то, что там во многих моментах он не, допустим, вырезает инвокера. Ну и с лансером вообще ни разу не было такого, чтобы где-то он его перебил. То есть просто антимаг, вот он всю игру убегал вообще нон-стопом. И очень много драг, где он даже мановой толком не мог выйти. И очень много драг, где он давал мановойт, но уже давал его там в братру. В общем... Не реализован антимаг, короче. Ну да. Какая-то идея, возможно, в нем была, но не до конца реализован. Я думаю, что, опять же, он как минимум должен был не отставать от лансера, чтобы с ним бороться. И в идеале даже опережать за счет того, что это антимаг. Антимаг вообще у нас любит по фарму отрываться. Ну да. Ну то есть Барик. Барик в этом плане приятный персонаж. Увел антимага и побежал. Да. Еще плюс у Белки есть брейк. У Спиритбрейкера появляется брейк с шарда. Да. И антимага таким образом можно и магией разобрать. И там Скай раз маг еще разваливает ульту. И Скай разваливает, да. Вешает еще минус резисты, еще сверху ульту. Но до этого даже не доходило, на самом деле, потому что антимаг даже если отблинковался на ЛОХП, лансер продолжал душить с Тараской. А Эму нужно было куда-то уходить. Сплитить не мог. Драться не мог. Как следствие, опять CIS Rejects забирают серию в какой-то супер потной борьбе. Но это уже не первая. И даже не вторая. Они практически вот... Ну, чуть ли не все у них такие. Да, это правда. Не без сушков, что называется. И не без задоринок. А мы звоним одному из игроков CIS Rejects. Кто это будет? О! Роман! Хло! Приветики! Приветики! С Новым годом тебя! Чё, как отметил? Да нормально отметил, знаешь, за городом, в домике. Там чилил. Верю, верю. А вообще в Dota кто-то из ваших пацанов играл? Потому что Vy, говорят, вообще не катали ни одного паблика. Да, играли, я думаю, Глебас точный. Хотя Глебас там чилил вроде в Питере с ГПК. Не знаю, играли или нет. Я не особо интересовался, если честно. Угу. Слушай, вы переехали наконец на буткемп, да, на вторую половину DPC. Как тебе ощущения, если импакт от этого? Да, ощущается. Ну, вот до сегодняшних игр, на самом деле, вот после второй игры как-то мы не очень стали играть. Не знаю, что на это повлияло. Но когда вот мы заехали на буткемп, вот игры с Entity вот с этими, то есть всё очень легко давалось. Не знаю, может быть какой-то был мандраж, pressure, там типа нам надо выйти в первый дивизион, знаете. Не знаю, что случилось сегодня. Но первая игра чувствовалась вообще изейшая. Вторая по драфту мне чувствовалась тоже на абсолютно изейшая. Но у нас что-то не пошло по драфту во второй. А в третьей уже драфт у нас был не такой сильный. То есть просто игра момента там была в третьей игре. К вопросу как раз о третьей катке. Мы на ласт пике посмотрели на Antimaga против PL. Вообще Antimaga — это нормальный, достойный ответ на PL? Можете его нормально закрывать? Или всё-таки это не особо рабочая тема? Какие другие герои ты бы зарейтил? Antimaga против PL один из лучших героев. Ну, то есть PL его тяжело убить. Он всегда доджит там копьё и так далее. Просто Antimaga убивает всех, а PL уже потом, то есть... Ну, опять же, против PL я не могу сказать, что он хорош. Прям один в один, знаете. Но по игре вообще неплохо. А ты сказал то, что игра это была момента. Какого момента конкретно, если ты помнишь? Ну, там игра, я думаю, была примерно в нуле везде. То есть там одна-две драки и решали игру. То есть как мы вот и закончили примерно. Там сломали в топе сторону. И по факту выиграли за один Teamfight там игру. Сломали трон. Вот. У вас завтра будет на DWSL катка против Na'Vi? Какие, думаешь, шансы у Na'Vi? Потому что в данный момент, чтобы ты понимал, там, БК и так далее, да, аналитик говорит о том, что у вас больше шансов. Поэтому я и спрашиваю в другую сторону. Не знаю. Я всех там уважаю. Все мои кореша. Так что посмотрим, как будет завтра. По кайфу, короче, будете катать. Да, конечно. Хорошо. Передавай привет ребятам и спасибо, что пришел. Покеда. Спасибо. Покеда. Покеда. Довольно странные вообще ощущения у меня вот зачастую возникают. Вот сложно согласиться с Рамзесом, что это была игра момента. Очевидно, что он ощущал ее так. Но мы, когда смотрели вот сверху на это, ощущалось постоянное преимущество Radiant и нереальное давление. Такое ощущение, что вот еще немного и дайры сломаются и вот-вот-вот-вот и так и произошло. Забавно. Они довольно-таки уныло сломались с точки зрения того, что файта как такового прям глобального не было. Так вот именно, что и не было. Я просто уже не первый раз в последнее время сталкиваюсь с тем, что внутри игры игроки чувствуют совершенно вот по-другому, что происходит, нежели как это выглядит на самом деле. Потому что здесь, ну... Ну, очевидно, мы видим всю картину. Да, они видят только половину. Да. И по итогам-то, ну, как... Как-то вот получилось так, что антимаг хорош... Как вот, если я правильно понимаю, Рамзе сказал, что антимаг хорош против Пэла тем, что он должен убить всю его команду, а потом лансера. Но здесь так получалось, что инвокер собрал себе линку БКБ его особо не убить. В бару ты вообще не будешь въезжать. Суппорты где-то там стоят. И у антимага это вообще не получалось. Более того, как только он нападал на кого-либо, он получал разгон от бара и все. Да, друзья, я думаю, в принципе, мы должны посмотреть с вами еще на табличке по ситуации в нашем втором дивизионе. Там все еще, опять же, борьба сумасшедшая. Это не может не радовать, потому что Циса и Гидра и Ви у нас претендуют на топ-2 места. Как вы понимаете, одна команда точно останется за бортом. И пока они все находятся со счетом 4-1, 4-1, 4-1. У Ви в будущем соперники, соответственно, это Винстрайки и Бейты. У Гидры как раз-таки Цисы, то есть по факту будет решающий матч. Один из, точнее, уж точно. Он будет у нас 20 января. И следующее противостояние у Цисов, кстати, те же самые Винстрайки. У Винстрайки есть шанс заруинить и одним, и вторым. Да, но вообще все идет к тому, что вот у нас отделило строится, и все идет к тому, что самый большой шанс сейчас у Ви Гейминг, потому что они очной встречи уже избегают. А вот из Цисов или Гидры кто-то, скорее всего, не проходит. Если Ви, короче, обыгрывают в двух сериях своих более слабых оппонентов, да, по факту, если взять, в самом случае, силу команд, то они гарантируют себе первое место. Да, да. Или второе, типа, ну там зависимый. Ну, это уже не важно для них будет. На самом деле, это прям вот такие хорошие уже расклады у нас есть, которые мы ждали, когда уже хоть что-то станет понятно. Вот оно стало понятно. Хорошо, друзья, со мной был Lost вместе с Майлом, два замечательных человека. Были очень-очень интересные катки, особенно последние, как мы вам и обещали. Ну, а послезавтра будет еще лучше, но кроме DPC, завтра, друзья, D2CL, Na'Vi против CIS-R, не пропускать никому. А на этом пока-пока, до скорой встречи.